Он четвертый, Фогич. А кто, получается, еще один? Colorful, Moon, Reminder, видимо. Да, Reminder сейчас же поднялся, точно. Не, не Валет, я думаю, Ла Лайт ниже значительно. А вот Reminder, он действительно очень хорошо должен... Хотя у вас под рукой, а Лолита все-таки. Вы сейчас посмотрели рейтинг. А где Reminder? Он пятый, получается. Так, Фогич, красный эльф, слева наверху, Тайтхантерс карта. Погнали. Здесь у нас Best of Five, как вы видите. Ну, это стандартная тоже тема для плей-оффов. Привет, R2D2. Чатик отдельный. Отдельный вам привет. Может, камеру включить еще? Вдруг я повизжу. Вполне вероятно. О, коты сдвинули камеру. Сейчас, подождите. Я подрежу. Ну, а че нет? Правильно. Так, во-первых, у Спайрала Патма. И... А у Фогича Димм Хантер. Сразу разные стратегии. Сто раз рассказывали про специфику. Если сильно упрощать, то Фогичу будет непросто в первые там 7-8 минут игровых, потому что он будет уступать по разведке, он будет уступать по мобильности. Он должен будет... Он должен будет очень аккуратно выходить со своей базы. Вот. Но потом, за счет того, что у него появится доступ к технологиям, к второму герою, открывается дополнительная возможность на Т2, на Т3. Конечно, он будет впереди. Но вопрос к Спайралу. Как он распорядится преимуществом временным? Будет ли он застраивать с протекторами? Будет ли он пытаться ставить базу какую-то раннюю? И выходить там в Т2, в Дриад? Большой вопрос. Но то, что первая часть игры почти всегда проходит под диктовку человека, который играет через Патму, это факт. Ультразрение, хантрески, высокомобильность, соответственно, и хорошие боевые юниты. Два кольца выпало. Кстати, кольцо выгоднее Демон Хантеру, между прочим. Он чаще танкует. Два кольца. Два кольца у Димки, у него армор уже 11. Под мапа пыталась там как-то пострелять по арче, что ли, подблочить виспом арчорку при этом, но особо не получилось. Ультразрение добежало спокойно до базы. Почему-то не стало выпивать лунные колодцы. Возвращается назад. Специфики эльфийских мироров, перехитивись оппоненты выбранной стратегии. Ну, стартовая стратегия определяет, конечно, во многом твои действия, но чистых контр, ну, таких, что вот этот взял это, этот взял это, стало быть, все, этот выиграет. Два барака, кстати. Я бы не сказал, что такое есть. То есть, можно от двух бараков хантрески с застройкой отбиться, играя через Димку и один барак. Если там правильную позицию возьмешь, будешь достраивать арчей. Ну, то есть, есть варианты. Чистых контр в эльфийском мироре, они могут быть, но это не чистая контра. Типа, когда ты... Один играет в Масхантрес, другой играет в Масхантрес. Но один почему-то взял Диму, другой взял Патму. Да, тогда, конечно, за счет Ауры, спустя какое-то время, ближе к лимитам 50, у человека, который играет через Патму и Ауру, будет преимущество. Но это все равно не чистая контра. Димка поджимает, но это нормально. На старт, это до появления первых двух котов. Я вижу, что висп есть у Фогича на мастерской. И куда-то выдвигаются лучницы, видимо, попытаются сейчас по-быстрому выбить из черепашки зеленой точки какой-нибудь предмет стартовый, вот из этой. Но уже подходит сзади кот, к сожалению. И Патма здесь добила Патма. Димка берет Слиперс, это очень хороший предмет. Но, видите, на халяву не получилось. Продолжает строить Хантрес сейчас спайрл. И, соответственно, надо Фогичу, во-первых, готовиться к паре вещей. Первое и наиболее вероятное, скорее всего, событие — это какая-то застройка с протекторами. Ну, потому что мы видим Т1, мы видим два барака, мы видим достройку Мануэлов. И если ты не ставишь базу, играя за Хантрес, то... Блин, как же не подпускает он еще. Красиво, красиво спайрл. Что здесь у нас будет? Панда? Да, панда. Ну да, хороший выбор. Панда замедляет. Немножечко Хантрес с винными парами. Видите, на винной пары даже он первым взял. И снижает боеспособность. Так, Т2 пошел все-таки у спайрла. Это странно. Это очень странно. И он пошел ставить базу. Возможно, он думает о том, что панду надо будет контрить Ма с дриадами. Но сам факт постройки экспанда на такой стадии меня очень удивляет. Потому что там уже дальность, там скоро пойдут первые дриады. И, соответственно, к тому моменту, когда нычка достроится, только надо ее разведать, естественно. Очень опасный момент. Блин, очень опасный момент. Сейчас Крипджекну, скорее всего. Блин. Да, сейчас минус телепорт надо делать. Телепортируется и не успевает убить Голема. Да. Очень хорошо. Да не, он может, может. У него же Арчи нормальный, дриады первые появляются. Главное, доконтроливать аккуратненько. Голема попытаться убить. Хух. Панда взяла. Так, хороший момент. Очень классно. Блин, Спайрл вообще молодец. Он так действует классно. Там Ласт Хит мог, ну, последний выстрел под Мэйю летел, казалось бы, в точку. Интересно, светанул сейчас Фогич экспант или не светанул? Третий Димк, вторая панда. Но с этим уже можно сражаться. Лимиты сопоставимы. У Арчей уже дальность есть. Выкупил Спайрл, правда, светок лечения. Это очень важная тема. Но у него до сих пор нет третьего уровня, соответственно, нет второй ауры. И пропиши, пропиши, Берн. Нормально, 50, нормально. И идет на экспант, как будто Фогич знает по поводу... Не, не идет. Он пытается прокрепить... Прокрепить третью панду. Так, чакру мы пошли. База достраивается. Фогич очень грамотно перегруппировывается, как видите, чтобы... Даже если противник придет, позиция будет хорошая. Да, но тут уже Арчей миллион. Панда вторая. Ой-ей. Без свитка здесь очень сложно. Без свитка здесь нам нельзя сражаться. Смотрите, Патма как стреляет. Ой, плохо, плохо, плохо. Надо перегруппироваться, лечиться дома. А там база. У нас еще же телепорта нет. Зеппалин, надо убегать. Убегать, лечиться и формировать сейчас... Ой, опасный момент. Надо пытаться сейчас атаку планировать. Там 3 of eternity. Т3, соответственно, медведи. Минус Арча, третий уровень. Но Фогичу на самом деле удалось каким-то макаром прокачать героев лучше, значительно причем, чем противнику. Респект ему, конечно, за это. Но из-за того, что мы пошли в Т3... Армия противника, точнее, экономика противника сейчас начинает уже... Начинает превосходить Фогичевскую в два раза. Нам нужна третья панда, второе дыхание. Нам нужны медведи, арба, демон хантеру, как-то так. Это не будет панацеей, но будет... Появится возможность сражаться гораздо лучше. Отвлекает. Спайрл гад. Панду пытается все еще докачать. Есть третья. Минус Мунвелл. Это очень важный момент. Это сдвигает тайминг просто. Да, два Мунвелла — это дичь. Надо за свитком быстро бежать в центр и восстанавливать. Быстрее за свитком. Ё-моё. Да, спайрл псих. Либо свою базу ставить догоняющую и играть на том, что у противника гораздо менее технологичный лимит. Он делает Ancient of Wind. Это для талонов, для минус армора. Псих ненормальный. Очень хороший выбор. В сочетании с ауэрой Патмы, которая дает бонусный урон, в сочетании с чакромами, которые у Хантресок, снижение брони — это повышение урона. И без того высокого. И не отстает сейчас спайрл. Блин, как он грамотно все-таки Мирор играет, а? Два свитка лечения против панды как раз. У нас есть арба. Но там 64 лимита, у нас 46. Ну, мы зевнули экспанд. Я не знаю, насколько реалистично будет сейчас посражаться с двумя свитками. Ну, панды не хватит для того, чтобы... Дыхание. Хорошие. Виспы, но их можно сдуть. Какой? А, гиппогриев, для того, чтобы... Дирижабль склевать. Ну, это странно. Делать гиппоса, но не делать талоны — это, конечно, очень странно. Тот же самый рейнджовый юнит. По медведям бьет Х2. Работает аура под мы. Плюс есть минус армор. Медведя не доконтраливает фогич. Вынужден стаффать его. Ё-моё. Контресса мертвый лимит. Да не скажи, с второй ауры с чакрами на Т2. Это уже не мертвый лимит. Один мана бёрна, один просто. Фоги... Фоги молодец, блин. Впасно. Какао уфу умирает. Панда с маной, дыхание, винные пары. Пытаются спасти... Фоги очень хорошо контролит по мелочам. Ай, просветочка. Ещё один свиток. Но свитки закончились. Смотрите, как в медведе уходят. Став есть? Есть. Хорошо. У нас панда пустая, маны не хватает. И там уже 65, блин, лимита. Против 50. Но в целом, такие размены нам выгодны. Почему? Потому что у нас гораздо более перспективные герои. Если мы берём... Ну и размен в плюс, на самом деле. То есть фогич за счёт качества лимита всё-таки... И за счёт качества героев, может ещё вытащить здесь. Хотя, безусловно, по лимиту он проигрывает чем дальше, тем больше. Ещё одна арча. Странно, что она двинулась без просветки даже. Что по свитку для нас... Выкуплен спарила 70 лимита. У нас 50. Но он, конечно, в апкипе сидит. И получает в данный момент на 40% больше только... Пасно, пасно, пасно! Фогич, ты смотри, что кто как! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Винные пары дыхания. Ё-моё, сейчас словим ещё мало... Ох, Зепелин. Ушёл. Где основная армия? Алё, блин! И там куковали арчи и дриады. Ты чё делаешь? Молоток кидают! Твою налево! Вот это врыв, конечно. Нам нужен риджуф, медведи без маны. Светокличение купил Димка. Сейчас надо сражаться, блин. Инвол, пошли минус хантреска, одна. Давай, минус хантреска, вторая. Панда вышла. Светокличение. Став, 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 став медведи! А, нет. Хорошо. Четвёртый Дима. Светокличение у врага. Панда битая. Риджуф на неё. 70 лимита. Панда скоро четвёртая будет. Но нам нужна пятая, конечно, панда. Куда дирижабль полетел? Нет! Ай-яй-яй-яй-яй! Кос. Да, он не то стафанул. Хорошее дыхание. Четвёртая панда. Не, на самом деле, план у Фогича держаться на лимите 50 и давать сражение, он пока срабатывает. Потому что если мы сейчас будем держаться и хотя бы как-то размениваться, то панда рано или поздно будет пятый. Да, Spiral has left the game. Да! 70 лимит, а человек выходит из игры. Просто на перспективу. Красава. Что, Вай? Четвёртая панда. Но, видите, Спайрл как бы вообще соображает Громила подарил три премиума О, Громила, привет Хе-хе-хе, Камирас, мэйби, блин Меня радует, конечно Тот объясняет, почему Спайрл вышел А Нео говорит, а ему надо было сделать, может быть, Химер? Я говорю, что ты, что ты, что? Просто Нео, помните еще же вот эти вот Какие Химеры? Какие Химеры? Против кого там Химеры? Против одного двух медведей? Димки с Арбой, потенциально Дриад с двух лорниц Панды, опять же, прокачаны, потому что как бы панде-то пофиг Не, я думаю, что парочка талонов бы эту армию укрепила Раз уж ты сделал, потратил деньги на Ancient of Wind Вот Мун делает и лорницы в лейте И для того, чтобы сделать лорницу в лейте Для того, чтобы сделать медведя, сделать рык И добавляет талонов, и даже добавляет ферриков То есть он старается просто скомбинировать максимально Одно дело, когда у тебя, ну вот ты делаешь, например, потму Стараешься ее прокачать там до третьего уровня, чтобы получить бонусный урон в 20% А если ты делаешь лорницу и делаешь рык, то у тебя получается плюс 25% еще дополнительно А если при этом еще на Unity лежит минус армор, то это еще где-то минус там 20-22% защиты Короче, все это аккумулировать можно И вряд ли можно вспомнить аргумент, придумать аргумент Почему не стоило достроить там трех-четырех талонцев просто к этой армии Потому что... Ну они шикарны Спасибо Громилу Старику достался примачок Майкер светло-жар говорит Привет, в одном ухе музыка, в другом ты, экран поделен на три окна В одном нейронке, в другом гугл, ты в третьем Спасибо Надеюсь, я поместился в третьем Начало хорошее Разные стратегии Была интрига И при этом все равно Фогич победил Что по другим картам, интересно Собирается через Потму, я думаю, играть Спайрала дальше Потому что он выбрал Консилд Хилл И при этом на Тайт Хантерсе тоже играл через Хантресок Он показывает Фогичем Он не впечатлен игрой врага И судя по тому, как у него глаза перемещаются, игра уже началась Следующая, сейчас мы в нее уже попадем Наверное, четырем талоном он предпочел четырех арчей А смысл какой в арчах в четырех Вот чем четыре арчи, лучше, чем четыре талона По крайней мере на Т2 Раньше у них плюс-минус сотка получается У талонов 600, у арчей 700 Дамаг вполне сопоставим Ладно, там, с вторым грейдом на атаку Ну, по медведям одинаковый дамаг, кстати У талонов Но талоны, добавляя там трех-четырех талонов Ты в целом всю армию Ее эффективность увеличиваешь там на четверть Ну вот и все Какие шансы у Крауа? Уууу, не берусь сказать Я не знаю, насколько хорошо он играет Потому что мы смотрели только четвертую группу Да и в целом, я не помню, насколько он хорош Но Фоги тоже обома не стал строить Хотя я-то бы хорошо зашел бы Что? Ты поместился так, что ты... Ага, да, спасибо Ну тяжело же спорить с тем, что талоны дико крутые в таком миксе Я пытаюсь... Логика шпарила по... Ну, логика простая Ты по инерции строишь и все То есть для того, чтобы сделать талоны Один из аргументов, это что тебе нужно дополнительное здание сделать Но так как ты уже потратил средства на Ancient of Wind Для того, чтобы сделать гиппогрифа Чтобы законтреть, попытаться дирижаблить Что, кстати, не получилось Стоимость талона снижается как бы больше, чем в два раза Первого, по крайней мере То есть сам по себе он там стоит 135 За здание ты также должен 140, 145 или 135 отдать Вот, но раз уж оно у тебя уже есть Плюс ты виспа еще тратишь на здание И леса кучу Но раз построил, не вижу аргументов не делать Не делать Феррик один в такой ситуации Да, согласен Он вряд ли принес бы пользу Потому что медведи кастуют редко Демон Хантеру сравнительно пофиг Панда тоже сравнительно редко кастует Ей сравнительно пофиг То есть мало кастеров под Феррика А вот талон, да И их строили в Мирорах Строили, когда вот эти вот стратегии Рейнджовые с потмой Там с массорчами, например Они были в мете То есть когда Чем дольше ты играешь по одной и той же теме Ты пытаешься больше времени Ну, короче, ты вынужден уже Страту там дорабатывать Двигаться дальше, дальше, дальше Потому что Ну, именно поэтому появлялись там сначала Дима Дима один барак, Нага медведи Потом на некоторых картах ты понимаешь Что на контактных ты можешь запушить Там Дима больше арчей, Нага пуш Потом выясняется, что Если второй делает арчей То это приводит к тому, что Вы начинаете перестреливаться А Дима в этой ситуации особо не нужен Диму заменял Патма с аурой И начинались вот эти вот перестрелки Арчей на арчей Потом ты понимал, что Выходя в лимит 50 Эффективно было добавлять аовы В определенный момент Для того, чтобы они танковали Отзонивали вражеских арчей И потом, соответственно, еще Ancient of Wind Для того, чтобы как раз делать Минус армор И, ой, хорошо, спайрл убивают тролля И минус второй барак Но можно, на самом деле, выходить после этого Вообще классно То есть второй аов Спайрл поставил странно Видимо, хотел спрятать его как-то В серьезный... Ну, в очень... Очень близко к нейтралам И фоге просто... Здесь нельзя сражаться было Спайрл тоже Это было раньше хайдиться, естественно О, ласт хит от Хантрески Блин, он хорошо контролит И там добил! Капец! Дота, дота Давай микроконтрол Да, дота, луна Чуть пораньше у нас будет еще грейд Это позволит... Ну, в целом, у нас будет, скорее всего, одинаковое Даже может быть плюс одна Хантреска Потому что противник же отменил барак И тайминг сдвинулся И он ресурсы еще потерял при этом И... Блин, спайрл, конечно, псих Он добил еще одну Добил еще одну черепаху Фоге как будто... Он даже не пытается... Была ситуация, что у Фогича Патма, Хантреска, Арча У спайрла только одна Хантреска Дожидается момента И кидает... Ну, делает выстрел То есть ничего тебе не мешало Просто... Ну, фейкануть То есть не атаковать То есть снять Небольшое количество хитов Оставить, чтобы Не хватило ему урона Он мог, конечно, Патму И... Ну, из... Из Хайда вытащить Но... Во-первых, он не пытался Во-вторых, Патма была битая И она, по крайней мере, платила бы Здоровьем за эту попытку Короче... Фогич как будто Списал врага уже И сильно не парится По поводу происходящего А Смудей говорит Дядя Миша не устает рассказывать Юному варкрафтерам Про особенности игры Да, этих юных варкрафтеров О, третий уровень Все-таки добил Фогич Слава богу Получили мы вторую ауру Это важно Это важно Но тут минус две хантрески Извините Господи, минус тролль Ё-моё Спайл переконтроливает Просто в Погича Тролль дорогой, тролль полезный Можно попробовать поджать За счет того, что у нас плюс один И у нас Патма Поздоровее Противника, правда, плюс два лимита Соответственно, хантрески Ну и база у него поближе Соответственно Поближе Мунвеллы Поближе подкрепа Хорошо, что подрезал еще предмет У Фогича предметы Значительно круче Посмотрите Там всего один коготь Вот второго героя К Патме В таком случае Скорее всего Не стоит брать Из-за бонуса по экспе Ну и в целом Учитывая большую Серьезную пользу Патмы Где же Где же нам Может свиток взять Один-один уже Грейда у Фогича Там один-ноли И грейд на армор делается Вы сколько не спали Да нет, я нормально Сегодня поспал Проснулся в десять Хорошо выспался Алхимика взял Да Ну это скорее всего Хил, который не перебивается И который очень эффективен Если Ну учитывая то, что Равномерно распределяется урон Ну не надо Барак, пожалуйста Не подставка Осидка Ну а осидка Хорошо Глейв тройеры у нас тоже Пораньше будут Но противник успеет Дать дел Главное дать ему бой До армора первого И до глейвов Вот сейчас Но Понимает спайрл Что он не готов сейчас И он оттягивает Оооо Начинает Ой, алхимика окружили Вражеского Это Это очень важно С полной маной Алхимик умирает Ооо ГГ 2-0 Не, ну зевнул Зевнул героя В Мироре как раз Вот очень все близко Ты не можешь там Потерять Двух-трех юнитов Играя за одну Ну там Или героя Парочка юнитов С одинаковой стратегией Чтобы противник Не получил Достаточно для победы Преимущества Ну по крайней мере В таких стратегиях Хорошо Хорошо Привет, Троу Пока все идет хорошо Мы сражаемся До трех побед Ведет Фогич пока 2-0 И Уже две карты Противник А нет Одна карта противника Которую выбрал Подождите Лузерпик же должен был быть Что-то не сходится Ладно Сейчас будет Консилд Хилл Кажется, да Карта называется Я думал Алхимик для Талона и Фокс Спотмы Иван Демкин Беляк С андроида Пишет Легкие победы Относительно А кто следующий соперник Фоги? Ну не сегодня Победитель пары Ой, кстати, даже не знаю Четвертую пару в четвертьфинале Пауза Пауза После этого мы будем Хавка с Крабом смотреть Но Эти ребята в разных частях Кажется, все-таки находятся Кажется По сетке расскажи, пожалуйста Какие наши шансы Ну, в смысле Какие наши шансы Играет Хапач Играет Фогич Играет Хавк Джонни Кейдж Смотришь на сетку В которой Там 8 человек И Там пятеро наших Пятеро же, да? Да Дайс Дайс еще Противники Как раз вот Экс Лорд Спайрл Краф И все Все же Получается так Нас еще в ДД Для андроид не завезли Но если ты его не видишь Я не знаю Если Ты его не видишь То да То его там нет Интриги Скорее всего Будет больше В матче Хавк против Крава Тут Спайрл Вроде как В первой игре Показал Что Что понимает Что знает И доставил Много неудобств Да и в начале Второй игры Тоже Его микроконтроль Очень впечатлил Ластхит И вот эти вот Последние удары Он добил Три А то и четыре Юнита Просто почти подряд Но Зевнул второго героя Его кажется Отвлекли нейтралы То есть он отступал От Фогича Грамотно Потому что У него не доделал Не был готов Не было готового Улучшения на защиту И не было готовы Не были готовы Вот эти вот Отскоки К хандрескам То есть он правильно Делал Что избегал сражения Это верное Но нам не показали Но кажется На мини-мапе Было Мелькание То есть он Забежал на нейтралов И видимо Отвлекся И в тот момент Когда Алхимик Нужно было следить За алхимиком То как он идет Куда он идет К армии К базе Перехватит Его не перехватит Он был занят Разборкой С троллями Можно перемотать Посмотреть На самом деле Потому что я Не уверен Что там действительно Завязался Спайрл с нейтралами Мне показалось Что был Алерт На мини-карте И он был там Достаточно близко к ним Слор Самый неудобный Пишу Samsung S Поздравляю Если это нужно Я не знаю Что это за телефон Насколько он хорош Тебе нравится Так Давайте-ка Действительно Глянем на сетку Подождите Я думаю Что сегодня Будет играть Happy против Джонни Ну по крайней мере Так было По расписанию Но они что-то Поменяли И вместо первой пары Начала играть Третья Xlord Dice Это сегодня У нас Spiral Foggy И Half Craft Окей Пишу Сосу срок Мажор Лосенок Лосенок говорит Очевидно Что телефон Не очень Это же Android Лосенок Но мы ждем Когда ты зайдешь С iOS Своего Вот У тебя есть на это Полчасика Не, не полчасика Две минуты у тебя есть Третья Залогинься С iPhone В чатик Напиши Как за эти приложения Скачать Конечно Заодно Кстати Откроешь для себя Отличное Гудгеймовское Приложение Для iOS Новое Ждем Лосенка Ну чтобы Он соответствовал Понту Определим Что он С 5S Зашел Хотя нет У нас приложение Не поддерживает Такие девайсы Кейрус говорит Классная приложуха Да Если новое приложение То да Да На Concealed Hill Что кстати странно Патмы нет То есть Колодцы есть Но никто не играет Через Патму Что очень странно In the pool Да For Potom Как раз говорят Завтра будем Дримхачить Да я планирую Каждый вечер уже Дримхак смотреть До победного Так скажем Тем более Судя по всему Это последний Дримхак Ну по Варкрафту Имеется Эпоха ушла А нет Может быть Регулярных турниров Еженедельных не будет А Такие Я не помню точно Что там в новости Написано Если честно Поэтому Не хочу дезинформировать вас Но Какая-то серия турниров Если по Варкрафту Прекращается Сейчас оба убедились Что будут Демон Хантер Никаких Потм Смотрим За предметами А после будет Вуфа Если будет То Икс Ком Но в Икс Коме Конечно Мне даже страшно Загружать игру Если вы пропустили Окончание трансляции По Икс Ком Это просто бомба И ситуация Глобальная Бомба И конкретность Конкретная миссия Жуткая И конкретный момент Миссии Квинтэссенция Жути Поэтому Может быть И не будет Сегодня Потому что Мне нужно будет Потратить Не знаю Сколько времени На разруливание Кстати Неплохая тема Демон Хантер Масхантрес Не сильно отличается От Патмы Масхантрес Если ваша агрессия Будет Ну Будет ранней То есть Это Просто Когда человек Видит Демон Хантера И Арчу Он Не достраивает По инерции Миллион Арчей Ну Противник Имеется ввиду То есть Если вы видите Например Патму То у вас есть Воспитанная практикой Привычка Достраивать Активно Арчей Сейчас я вижу Что Спайрл Все равно Добавляет Арчерок Но после третьей Он может остановиться Вполне Вот Отмена Мунвелла Тоже очень важна Потому что Потому что Это будет Саплай блок И протектор уже пошел Вы посмотрите Слева Который может быть Спален виспом Уууу Спайрл делает Разведку Но он не Не Он не видит Второго Аншента Вора Нео опять там Ерунду какую-то говорит Да Но он видит только Т1 Вот сейчас он должен догадаться Что что-то происходит Не то Арчи еще у него страдают Минус виспы Да Ну все Виспов эвакуируем И добиваем его Он Очень глупость Большую делает Какие Какое сражение с деревом Ты чего Спайрлу нужно Сейчас менять точку сбора Возвращаться к каким-то макарам Даже не знаю С телепортом он видимо хочет Не ну это ерунда Это просто ерунда Тут на виспах Можно еще полчаса Пока он здесь сражается С деревом Потом будет сражаться С чинищимся деревом И потом будет делать телепорт Он теряет здоровье И в это время У него на базе Там хаос творится Вау Минус Арча Очень хорошо Хантреска там работает Все гг Ай ну только здесь Доконтроливай Фогич А спайрл левает Все гг Нормальный Майн геймс И что Только вот спайрл Зря пошел в трей Ну в размен То есть он мог Стелепортироваться И попробовать Хотя бы отбиться От То есть поменять точку сбора Но он 100 парчей Но Я думаю что самая большая проблема Была с отменой Мунвелла То есть у него был Какое-то время Сплай блок И он понимал Что даже если он Стелепортируется Шансов на то что Аба отбиться У него будет мало Да, да, да Рейс Так и есть Так и есть О, лосенок Залогинился через О, все Бомжам привет О, полегче только Ты уже граней переходишь Нравится как ты анализируешь Игры нейтрально Так расскажешь Или почти всегда Игния позывающаяся Это я говорю Спасибо большое Смудей Еще раз Аве Аве? Аве За 50 минут Они отыграли Учитывая даже паузы Между матчами И первую серию 3-0 Фоги Изи проходит в полуфинал И будет играть уже Послезавтра В субботу О, сейчас будет интервьюшечка Давайте послушаем Ну не нормально все Ты только что Разможил просто Короче, вышел полуфиналы Все пришло как ты ожидал? Нет Я У меня не было никаких ожиданий По поводу этого матча Давай по карте пройдемся по каждой На Тайдхантерс Началась серия И Казалось тебе сложно было справляться Ну были сложности Короче Сложно сказать Потому что Стратегия спарреллская Хорошая Против С С С С С С С С С Но против Панды Стоило, наверное, Может быть, играть через Дриат Но по таймингу Было слишком поздно выходить И поэтому я думаю, что моя стратегия была лучше Когда он написал ГГ Ты согласен, что игра уже закончилась? Или был какой-то шанс для него? Ну, четвертая Панда сейчас скажет Я думаю, что он Что нет свитков Когда он Он написал ГГ, я проверил, что у меня еще Мунвеллы Да, и четвертого уровня Панда Поэтому, да, я согласен с ним По поводу карты Shadow Grave Ты не вообще Ты хорошо знаешь вообще эту карту? Ты тренируешься на ней? Что можешь сказать по поводу этой карты? Одна секунда Я изучал эту карту И видел, что Другие игроки Эльфы играют На этой карте Я не могу сказать Много Думаю, что эта карта Нормальная Может быть Я не знаю, мне может попрактиковаться Побольше, чтобы Чтобы больше информации выдать обратной связи И Ты собирался стримить И Dreamhacks И ты твитнул Твитнул, что не будешь стримить Потому что хочешь сосредоточиться на тренировках Вместо стриминга Как получилось, что ты пришел к этому решению Решил, что нужно больше практики без стримов Чтобы увеличить шанс на победу? Конечно Потому что Если ты не стримишь У тебя лучшая концентрация И думаешь о подготовке и турнире Я также решил Загрузить новое видео на YouTube А, не, наоборот Видимо, не загружать видео И в социальные сети не заходить Чтобы полностью сфокусироваться на подготовке Это лучше, потому что Ты чувствуешь, что У тебя больше Больше времени на тренировку Постоянно думаешь о играх И Ну, ты к стримингу вернешься Да, после Dreamhack я вернусь Поэтому, да Делать паузу на одну-две недели для стримов Для того, чтобы подготовиться к важным матчам Это хорошо Икс Лорд или Дайс Потенциальные твои противники Икс Лорду вроде ты проигрывал много в прошлом А Дайс еще гол Они тебя как-то Ну, ты беспокоишься по поводу Или учитывая подготовка Ты справишься с ними Я довольно уверен Я верю в свою подготовку Два эльфа в этой сетке И я как раз готовился к эльфам Я не уверен, что Экс Лорд в игре Дайса Потому что у меня была первая матча И спираль Я говорила, что я буду скопать Я буду скопать Другие матчапы И я буду фокусаться только на Найт-Эльф Игнать-Андет Но, да После того, как я увидел В последний грит С Найт-Эльфом Я решила Короче, он готовился и против эльфа И против Андейда В хорошем матчапе И когда увидел сетку Что понял, что ему нужно готовиться Против только этого Представь, с тебя будет суперсила И ты можешь предсказать, кто будет в финале Я не дослушал до конца Конечно, Хэппи самый сильный оппонент Даже Даже не все равно то, что я играл с ним так много матчей Для меня, возможно, Хуман Типа Джонни Кейджа или Хоука Был бы лучше Крава ты не выберешь? Ну, да Крава можно тоже мочкануть Я думаю, что Крав Ему очень сложно будет Хумана убить Я думаю, что, может, если Джонни Выиграет Хэппи И будет настолько силен, чтобы еще справиться с Кравом Я имел в виду, что если бы ты выбрал кого-нибудь Кого бы ты выбрал? Ага, я понял На бумаге, конечно, любого, кроме Хэппи, было бы лучше Ну, я готов Как обычно, я готов, короче Как обычно, готов Лолайд совсем недавно хопачак отнул Ты там смотрел, пересматривал эти игры? Потому что не так много людей Ну, мало кому удается это сделать А он серию взял все-таки Ну, я думаю, что Большинство думают, что Хэппи робот И никогда не устает Ну, я посмотрел реплейки, короче Я думаю, что он был уставший И делал слишком много ошибок И против Лолайдовского Демон Хантера Он пошел Начал сражаться на Лолайдовской базе А у Лолайдов было все маневеллы полные И лучшая позиция Хэппи, что стоило просто поставить базу Я думаю, что просто это было Один плохой день для Хэппи В любом случае, Лолайд, конечно, очень сильный Все дела Ну что, коротенький интернет с Фоггичем Все стало понятно Его матч либо против Дайса, либо против Экс Лорда Состоится в субботу Его противник определится завтра То бишь пятницу Фоггичем 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 Фоггичем